В Бразилии много железа, зерновых культур. Здесь также очень много грузовых морских перевозок. Часть этих грузов перевозится внешними транспортными компаниями. У Бразилии есть потрясающая возможность развиваться не только в сфере бизнеса, связанного с портами, но также это касается и морского транспорта. Мы продолжаем наше интервью с Мигелем Маркесом из Португалии. Он является партнером PwC в Португалии. Он специализируется на синей экономике. Это морская экономика. В этом интервью мы поговорим непосредственно о Бразилии. Каким образом Бразилия развивает эту синюю экономику? Бразилия – это очень важная страна для моря и морской экономики. Это касается такой важной промышленности, как офшорная разведка и добыча нефти и газа. С технологической точки зрения Бразилия очень хорошо развита в данном аспекте. В 2015 году Бразилия была на пятом месте по добыче нефти и газа из моря. Море предлагает много возможностей для бизнеса в Бразилии. К примеру, это туризм. Туризм является очень важным сектором для Бразилии. Однако на сегодняшний день он пока что не очень хорошо развит. Бразильский морской туризм имеет огромный нереализованный потенциал. Здесь также отлично развиты морские виды спорта. Очень много выдающихся спортсменов, которые получат золотые медали и призовые места на чемпионатах мира. В данном аспекте Бразилия отлично использует такой морской ресурс. Но, как мне кажется, морская деятельность может принести гораздо больше пользы. Каким образом? Очень большое значение имеет определенная стратегия. Но что еще более важно, как это реализовать данную стратегию, прежде всего вы должны ответить на вопрос, кто будет развивать эту морскую экономику, «Кто эти люди?» Это приводит нас к образованию и научным исследованиям, и в конце концов к школе, где во всем этом мы начинаем узнавать, именно здесь мы изучаем все морской деятельности. Если у вас есть ответ на вопрос, кто будет заниматься развитием морской деятельности, есть и другие проблемы. Мы люди — это материковые существа. Мы нуждаемся в специальном оборудовании. Нам это необходимо, чтобы изучать море и использовать его ресурсы. Нам также необходимо развивать судостроение. Кроме того, данный подход включает в себя строительство платформ, а также строительство роботов. Для этого необходимо очень много инвестиций. Возникает еще один вопрос, который имеет не меньшее значение, чем прошлый. Откуда взять такое оборудование? Есть два возможных варианта. Либо построить самим такое оборудование, либо купить других. Мы всегда рекомендуем самостоятельно строить большую часть оборудования, которую вы используете для морской деятельности. Единственный путь к развитию морской экономики — это найти идеально подходящее для вас оборудование. Не каждый человек способен и умеет работать в море. Необходимо обладать специальными навыками. Порой крайне важно родиться возле моря. Именно тогда вы можете хорошо понимать и разбираться в погодных условиях на море, которые постоянно меняются. От этого многое зависит. Это сложная среда. Построить успешную морскую экономику возможно только с теми людьми, которые страстно увлечены данной темой. Исторически сложилось так, что рыбная отрасль зачастую сопровождается постоянными конфликтами. Что вы можете посоветовать? Вы знаете, не только в секторе рыболовства много конфликтов и напряженности. Даже не взирая на то, что не так много параллелей между сектором туризма и рыбной промышленностью, а также, к примеру, между портами и аквакультурой. Есть один очень важный и общий момент для всех. Мы должны понять, совместная деятельность может принести много плюсов для всех. Как правило, от этого выигрывают все стороны. А ответ довольно простой. Важно найти беспроигрышный вариант для всех сторон. Что касается сектора рыболовства, мы должны найти решение для традиционного и промышленного рыболовства. Это даст нам много новых дополнительных преимуществ для всего морского сообщества. Я уверен, что каждый готов обсудить, как лучше развивать эту так называемую добавленную стоимость. Мой совет таков. Необходимо смотреть на выловленную рыбу, как на сырье, при этом искать добавленную стоимость, которая может принести дополнительную пользу. Необходимо заморозить данный продукт, или, возможно, приготовить его, то есть преобразовать его в другой товар. На сегодняшний день сарая рыбы не так интересна для городского населения. Не у всех людей есть много времени, чтобы приготовить ее. Но если рыба уже заранее приготовлена, вы можете продать ее, увеличив маржинальную стоимость. Это взаимовыгодная ситуация. Нам необходимо найти вариант для создания более высокой прибыли. Это может принести максимальную пользу морскому сообществу. Поговорим теперь на тему наших портов. Давайте сравним их с портами в других странах. Что вы можете по этому поводу сказать? В Бразилии много железа, зерновых культур. Здесь также очень много грузовых морских перевозок. Часть этих грузов перевозится внешними транспортными компаниями. В Бразилии потрясающая возможность развивать себя не только в бизнесе, который связан с портами, но также и в бизнесе, который связан с морским транспортом. Что касается непосредственно вашего вопроса относительно портов, не стоит рассматривать данный вопрос только со стороны материально-технического аспекта. Важное значение также имеет бюрократия. Иногда проблема связана не с портом, она связана с бюрократией, с оформлением всех необходимых документов. Проблема также может заключаться в плохой коммуникации между агентами порта. Я думаю, именно в этой сфере Бразилии предстоит проделать большую работу. Именно это позволит сделать работу портов более эффективной, что, безусловно, только улучшит экономику в целом. В портах Бразилии, особенно здесь, в юго-восточной части, мы столкнулись с проблемой экспорта. Почему? К сожалению, Бразилия не имеет отношения к самой большой магистрали моря. Это вторичная магистраль моря. Вам известно, самая большая крупная морская магистраль проходит через Азию, через Средиземное море, Атлантический океан, между Европой и Соединенными Штатами. Чтобы стать лучшими на рынке морского бизнеса, необходимо приложить очень много усилий. И мой совет – это использовать свой собственный груз. В Бразилии много преимуществ. Они могут транспортировать на сутнах различные свои товары. Не так важна, какая доля рынка транспортных услуг приходится на Бразилию. Большее значение имеют грузовые поставки. Что касается непосредственно внутренних вод, наших рек, по вашему мнению, можем ли мы использовать их более эффективно с экономической точки зрения? Когда мы говорим о морской экономике, мы подразумеваем не только внешние воды, но также и внутренние. Внутренние воды представляют собой много бизнес-возможностей. Это касается лодочного транспорта, туризма, а также это морепродукты и рыба из внутренних вод. Бразилия входит в топ-15 стран с точки зрения аквакультуры. Разрыв между топ-5 и топ-15 очень большой, но тем не менее Бразилия занимает свое почетное место в топ-15. Производительство много разных планов по развитию проектов на суше, но я никогда не слышала о планах развития проектов в море. Морь – это очень опасный элемент. Морские волны ни в какое сравнение не могут идти с волнами на внутренних водах. Здесь важное значение имеет конкретная стратегия. Во всем мире есть только несколько историй успеха в морском бизнесе. В данном случае мы говорим о Средиземном море и скандинавских фьордах. Эти воды находятся под защитой. Здесь более развитые внутренние бизнес-воды. Офшорная аквакультура по всему миру не так хорошо развита. В данной сфере Китай является мировым лидером. Однако большая часть продукции аквакультуры, около 80%, приходится на внутренние воды. Внутренние воды играют ведущую роль в развитии аквакультуры. Каковы негативные последствия и потенциальное влияние загрязнения в море? В данном случае мы возьмем для примера залив Гуанабара в Рио. Такие потрясающие места, как Рио, имеют очень много проблем с загрязнением окружающей среды. Это не типичная бразильская проблема. Это касается многих мест в океане. Существуют целые пластиковые острова по всему океану. Мы должны беречь нашу природу. Это важная цель на сегодняшний день для всей мировой общественности. Мы должны сделать два основных момента. Первый – это избегать загрязнений и восстановить окружающую среду. Мы должны извлечь пластик из моря. К примеру, в Рио-де-Жанейро есть компания, которая занимается решением данной проблемы. Мигель, большое спасибо еще раз за интервью. Было очень приятно пообщаться с вами. Приезжайте пощаще в Бразилию. Большое спасибо Лусянам за приглашение. Я обязательно к вам приеду. Лусяна Миранда специально для ДУК СКПТВ.